Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Знаете, о чем я подумала? А давненько мы с вами не заглядывали в один сказочный город. В тот самый, где живут добрая девочка, добрый булочник, фло и, конечно же, ослик Но-но, любимец местной детворы. Давайте-ка заглянем к ним и узнаем, что у них там происходит. А сделаем мы это, как всегда, с помощью вот этой вот книги. Сегодняшняя история называется «Портрет». Итак, слушайте. Однажды в одном сказочном городе одного сказочного королевства одна добрая девочка, как обычно, шла за бубликами к доброму булочнику. Но, подойдя к дому, она услышала страшный грохот, словно кто-то решил разрушить дом изнутри. У дверей дома невозмутимо стоял ослик Но-но и разглядывал книгу сказок с картинками. И иногда чему-то тихо улыбался. «Но-но!» – крикнула ослику добрая девочка. «Что у вас там происходит?» Но-но-но! – перевернув носом страничку, снова чему-то улыбнулся и даже не повернув голову в сторону девочки. Тогда добрая девочка подошла и коснулась ослика. «Но-но!» Ослик сначала вздрогнул, а потом с радостью закивал головой. «Здравствуй!» – очень громко произнес он. «Я рад тебя видеть!» «Почему ты так кричишь?» «Что?» – переспросил ослик еще громче. «Я ничего не слышу!» А затем попросил. «Вынь, пожалуйста, из моих ушей беруши! С ними я ничего не слышу, что ты говоришь!» Добрая девочка выполнила просьбу-но-но. В этот момент в доме доброго булочника опять раздался грохот. «Ой! Что там происходит?» «Ах, это!» – грустно улыбнулся Ну-но. «Это всего лишь фло в рамке!» «В какой рамке?» – не поняла девочка. «В красивой!» – вздохнул Ну-но. «Ничего не понимаю!» – сказала добрая девочка. «Я должна все увидеть своими глазами!» И она осторожно вошла в дом доброго булочника. А там она увидела невероятный беспорядок. На стенах местами была отбита штукатурка, кое-где торчали толстые гвозди, стремянка валялась на полу вместе с опрокинутыми кастрюлями, из которых неторопливо вытекало на пол теста. Всюду была рассыпана мука, а в углу, обхватив голову руками, сидел печальный добрый булочник. «Что тут у вас?» – хотела спросить добрая девочка, но не успела. «В этот момент раздался взволнованный голос Фло. И все-таки его лучше повесить внизу!» На лестнице раздался топот, а затем появился портрет, искусно написанный каким-то художником. В красивой золоченой раме был изображен Фло в военном мундире и с орденом за храбрость на груди. «Это Фло нес по лестнице самого себя!» «Вот! Видала?» – взволнованно обратил Фун к доброй девочке. «Видала? Эта штука портрет называется!» «А почему на портрете у тебя орден?» Но Фло вдруг бросился к одной из стен. «Ага! Вот достойное место для храбреца Фло!» И Фло звонко чмокнул собственное изображение. «Вот какой я! Пусть все знают! Орден! Орден я потом заслужу!» «Обязательно!» – тяжело вздохнул добрый булочник. «Если ордена начнут давать за ученение беспорядка, то, думаю, тебя, Фло, наградят первым!» «Отлично! Отлично!» – не обращая внимания на слова доброго булочника, воскликнул Фло. А затем, схватив тяжелый молоток, начал спешно вколачивать большой гвоздь в стену. Раздался страшный грохот и от стены отвалился кусок штукатурки. «Фло!» – только и смог выговорить добрый булочник. Но Фло, казалось, ничего и никого не слышал. Он уже несся к другой стене. «Ага! Вот оно!» – и через секунду вновь раздался грохот. «Давайте остановим его!» – воскликнула добрая девочка. «Во-первых, остановить Фло невозможно. Он у нас такой увлекающийся!» – ответил добрый булочник. «А во-вторых, ему очень нравится портрет, и я не в силах лишить его этого маленького удовольствия». А Фло уже вколачивал новый гвоздь в новом месте. И, казалось, весь дом подпрыгивал от ударов молотка. Но и новое место Фло совсем не устроило. Он уже присмотрел другое, прямо над буфетом. «Ага! Ага!» – подлетел он к буфету. «Здесь и нигде больше!» Он влез на табуретку, а затем аккуратно поставил портрет на буфет. «Ну как?» – сияя, спросил он друзей. «Здорово! Лучше не бывает!» – поспешил ответить ему добрый булочник. Но Фло слез с табуретки и стал оглядываться по сторонам. «Или не здесь?» – испуганно произнес он. Ответить никто не успел. Портрет ни с того ни с сего просто взял и... Ах! Свалился прямо на Фло. И уже в следующее мгновение из рамки растерянно глядел на своих друзей Фло настоящий, а не нарисованный. «Фло!» – вскрикнули одновременно добрая девочка и добрый булочник. «Ты жив?» «Ага!» – на удивление спокойно произнес Фло. А затем, осмотревшись, неожиданно спросил. «А что за ужасный беспорядок? Кто это все устроил?» «Ты!» – ответила ему добрая девочка. «Кто же еще?» – добавил добрый булочник. «Я?» – от удивления Фло широко раскрыл глаза. «Какой ужас! Какой ужас! Ой, как мне стыдно! Этот портрет меня просто заколдовал!» «А по-моему, дорогой Фло, ты сам во всем виноват! Ты же хотел возвеличить самого себя!» Улыбнувшись, произнес добрый булочник. «И это, похоже, пострашнее любого колдовства!» «Да и рисовать себя с незаслуженным орденом – это нечестно!» Вдруг решительно сказала добрая девочка. «Даже очень!» – согласился Фло и начал потихоньку наводить порядок. А добрая девочка и добрый булочник, конечно же, стали ему помогать. Вот такая сказка, друзья. Бедный, бедный Фло. Прямо какое-то затмение на него нашло с этим портретом. Но, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Думаю, Фло сделает правильные выводы из всего случившегося. Давайте-ка и мы с вами извлечем из этого кое-какой урок. Не знаю, как вы, но я не раз себя ловила на том, что иногда слишком уж часто произношу слово «я». Ох, какая-то опасная привычка. А знаете почему? Потому что за этой привычкой стоят себелюбие и тщеславие. А это, ой, какие нешуточные враги. Но поверьте, нам по силам победить их стоит только постараться быть внимательными к своим словам и мыслям. Не забывайте об этом, дорогие друзья. До новых встреч, до свидания и помогай вам, Господь!